В проходе установили 8 стульев на каждом по взрывному устройству. Все взрывные устройства были соединены проводами. Боевики подняли молодых крепких мужчин, человек 10-15, увели их в коридор. Вернулись из них примерно 5-6 человек. Заложников охраняли 4-6 боевиков в масках, вооруженных стрелковым оружием. Две женщины, шахидки, один боевик постоянно сидел на пульте управления взрывчаткой и читал Куран. Примерно в 19 часов из зала вышли шахидки и через 15 минут раздался взрыв. В зал зашел боевик с перевязанной рукой и сказал, что это взрыв от снаряда, выпущенного из танка русскими военными. Первый день боевики разрешали ходить в туалет и пить воду. Они говорили, что если будет штурм, то все погибнут. Боевик с перевязанной рукой руководил остальными. В его присутствии они становились более жестокими по отношению к заложникам. Чтобы успокоить плачущих детей, боевики стреляли в потолок. На третий день примерно в 13 часов раздались два мощных взрыва, все было в пыли, практически ничего не было видно. Боевики стали беспорядочно стрелять по заложникам, ее контузило. Затем она вышла из спортзала через запасную дверь, где были спецназовцы. Сестру с племянником боевики после взрыва отвели в столовую. В результате действий боевиков ее сестра Станей погибла. Объявляем перерыв до 14 часов. В 14 часов продолжаем оглашение приговора. Продолжение следует... 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 Во дворе появились вооруженные люди с автоматами и стали стрелять в воздух. Затем они загнали всех в спортзал, где установили взрывчатку. Один из боевиков убил мужчину из числа заложников. 3 сентября примерно в обеденное время в спортзале произошел взрыв, и его вместе с братом выбросило на улицу. Куда делась его мама, он не знает, так как очнулся в больнице. Из показаний совершеннолетнего потерпевшего Хадикова следует, что 1 сентября 2004 года присутствовал вместе с сестрой Золиной на торжественной линейке в школе номер 1 города Беслана. В это время раздались выстрелы, и он увидел людей в камуфлированной форме в масках с автоматами. Боевики загнали его вместе с другими заложниками в спортзал, где он увидел, как двое боевиков вытаскивают труп мужчину. Затем террористы заминировали спортзал, заставили заложников выбросить в свои сумки сотовые телефоны видеокамеры. 2 сентября боевики запретили заложникам пить воду, есть и ходить в туалет. 3 сентября в обеденное время раздался сильный взрыв, и все люди побежали к выходу. Он также выбежал со школы, и его отвезли в детскую больницу города Владикавказа, где встретил свою сестру. С показаний потерпевшей Хачирова усматривается, что 1 сентября 2004 года она направлялась к своей племяннице Сузановой Мадини в школу номер 1 города Беслана на праздничную линейку. Примерно в 9 часов 30 минут на улице Коминтерна напротив школы номер 1 при переходе железнодорожного полотна услышала свист сигнальной ракеты. Затем увидела и саму сигнальную ракету, которую кто-то запустил со стороны школы. Затем услышала выстрелы. После третьего выстрела ей попала пуля в ногу, ранив в левое бедро. После чего ей стало известно, что боевики захватили школу и взяли детей в заложники. Из показаний потерпевшей Сагараева усматривается, что 1 сентября 2004 года она со своим сыном Сагараевым Георгием находилась в школе номер 1 города Беслана. Во время проведения линейки на них напали вооруженные мужчины в камуфлированной одежде, которой всех людей загнали в спортзал. В спортзале всем приказали сесть на пол. Один из боевиков по неизвестной причине убил мужчину из числа заложников. Затем они заминировали спортзал и предупредили, что если начнется шторм, они взорвут школу. Среди боевиков были две женщины-шахидки. 3 сентября произошел сильный взрыв, после которого боевики стали ходить по залу, выявляли оставшихся в живых. Она притворилась мертвой, когда боевики ушли из спортзала, ее вынесли сотрудники спецподразделений. Из показаний потерпевшего Суи усматривается, что в результате захвата террористами заложников в школе номер 1 города Беслана 1 сентября 2004 года погибла его дочь Суи Светлана Сергеевна. Из показаний несовершеннолетней потерпевшей Чеджемовой следует, что 1 сентября 2004 года она вместе со своей матерью пришла в школу номер 1 города Беслана. Когда они находились во дворе школы, то на них напали террористы и захватили в заложники. После этого их все загнали в спортивный зал школы и удерживали там. На вторые сутки она потеряла сознание и очнулась, когда уже находилась в больнице. Мать ее погибла в школе. Из показаний потерпевшего Шавлохова видно, что 1 сентября 2004 года примерно в 8 часов 30 минут его мать Хаутова Шавлохова отвела в школу номер 1 города Беслана в первый класс его сына Шавлохова Алана. Примерно через 40 минут после их ухода ему стало известно, что школа номер 1 захвачена террористами. 3 сентября после освобождения заложников в морге города Беслана был опознан труп его сына. Мать чистится в списках пропавших без вести. Из показаний совершеннолетнего потерпевшего Тебева следует, что 1 сентября он вместе со своим братом Артуром пришел в школу номер 1 города Беслана на начало нового учебного года. Когда они стояли в школьном дворе, то на них напали вооруженные боевики и загнали их в спортивный зал школы. Впоследствии боевики заминировали спортзал, расставили взрывчатку по всему залу и на баскетбольных кольцах. На третий день в зале произошли два взрыва, от которых он получил осколочное ранение правой роги. Аналогичные показания были даны братом Тебева, Тебева Мартуром. Из показаний потерпевшей Кусаевой следует, что 1 сентября 2004 года она вместе с детьми Аланом Хетагом и Леной находилась в школе номер 1 города Беслана на праздничной линейке. Примерно в 9 часов 15 минут началась стрельба, она увидела боевиков, вооруженных автоматами. Они окружили всех и стали загонять людей в спортзал, который заминировали. Чтобы успокоить постоянно кричавших людей, один из боевиков прислал мужчине к голове автомат и выстрелил. В спортзале боевиков было около 10 человек, они регулярно менялись. Спустя некоторое время боевики вывели из зала около 30 мужчин. Обратно примерно через 30 минут вернулись 8 из них. Знакомый сообщил их, что остальных заложников убили. 2 сентября террористы сообщили заложникам, что сейчас придет их начальник и решит судьбу заложников. Спустя некоторое время в зал вошел Лаушев, поговорил с боевиками, забрал маленькую девочку и некоторые заложников. 3 сентября в обеденное время прозвучал взрыв прямо над ними. Дочь и она получили осколочные ранения, а сыновья сумели убежать. Затем произошел еще один взрыв. Во время стрельбы через окно проникли сотрудники МЧС, вывели их из зала. Из показаний совершеннолетнего потерпевшего Итазова усматривается, что 1 сентября 2004 года он вместе с младшим братом в школе номер 1 города Беслам был захвачен террористами, которые требовали от федеральных властей вывода войск из Чечни. Пригрозив при этом, что их требования не выполнить, то они отомстят за своих убитых, жен и детей. На третий день в зале произошло два взрыва, после которых он выскочил в окно и убежал. Из показаний потерпевшей Гучашвили усматривается, что когда 1 сентября она вместе со своей сестрой и племянником находила в школе номер 1 города Беслана, их окружили и захватили в заложники террористы и завели в спортзал, который заминировали. Боевики разложили взрывные устройства по всему залу. Одного из заложников боевики расстреляли прямо в зале. На второй день Ауша вывел нескольких женщин с грудными детьми. На третий день в зале произошел взрыв, и она почувствовала сильный удар в области живота. После этого началась интенсивная стрельба. Она выпрыгнула в окно и убежала из школы. На улице ее посадили в машину и отвезли в больницу города Беслан. Из показаний потерпевшей Кумалаговой усматривается, что 1 сентября 2004 года она вместе со своим сыном пошла в школу номер 1 города Беслана, где их окружили и захватили в заложники вооруженные террористы. Держали их в спортзале. Террористы доставали припрятанное ранее оружие из-под пола в двух концах спортзала. После того, как в зале произошли взрывы, она с частью заложников убежала. Из показаний потерпевшей Жукаевой следует, что 1 сентября 2004 года она со своей сыном ходе двумя внуками пошла в школу номер 1 города Беслана, где подверглась к нападению террористов. Началась стрельба, и пуля попала ей в колено. Она осталась лежать у входа в школу. Между боевиками и милиционерами началась сильная перестрелка. Она пролежала там до наступления ночи, потом отползла к одному из домов, где пролежала всю ночь. Утром ее нашли незнакомые люди и отвезли в больницу. Из показаний потерпевшей Авсановой видно, что 1 сентября 2004 года она со своей дочерью пришла в школу номер 1 города Беслана, где ее захватили в заложники террористы и до 3 сентября удерживали в спортивном зале школы. 3 сентября в зале взорвались взрывные устройства, установленные террористами, от чего она и дочь получили ранение. Впоследствии их освободили и доставили в больницу. Из показаний потерпевшей Костуевой следует, что 1 сентября 2004 года вооруженными автоматами террористами в школе номер 1 города Беслана она и ее дочь Залина были захвачены в заложники. В спортзале школы она видела, как террорист из автомата застрелил мужчину. Террористы заминировали спортзал школы и угрожали заложникам, что они их все равно взорвут. 3 сентября примерно в 13 часов в спортзале произошло два взрыва бомбы, установленных террористами. Она и дочь получили телесные повреждения. Вместе с дочерью удалось убежать из спортзала и покинуть школу. Террористы из автоматов расстреливали убегавших из школы детей. Из показаний потерпевшей Левченко усматривается, что 1 сентября 2004 года она была захвачена в заложники вооруженными автоматами террористами. Террористы сразу после захвата установили в спортзале школ взрывные устройства. 3 сентября примерно в 13 часов в спортзале взорвались бомбы. Первая бомба взорвалась в баскетбольном кольце, вторая в окна спортзала. От взрывов она получила телесные повреждения. Вместе с оставшимися в живых заложниками выбралась из спортзала и спаслась бегством. Террористы расстреливали убегавших заложников. Из показаний потерпевшей Гопоева видно, что 1 сентября 2004 года примерно в 9 часов она со своей дочерью Дзераса и мужем пошла в школу номер один города Беслана на праздничную линейку. Через некоторое время перед выходом во двор школы она увидела вооруженных людей в камуфлированной форме в количестве трех человек. Испугавшись она с мужем и дочкой побежали в актовый зал. Однако за ними забежал боевик и приказал идти в спортзал, который был заминирован террористами. 3 сентября в полдень прозвучал взрыв. После взрыва она забежала в подсобку, в которой находился...